Татьяна Беседина награду получила за неравнодушие к чужой судьбе. Однажды женщина в подъезде у своей знакомой нашла человека без определенного места жительства. Не смогла пройти мимо, решила помочь. Чтобы собрать все документы, пристроить Александров пансионат и оформить пенсию, потребовалось немало усилий. Я не пожалела о том, что я столько много труда положила. Этот оброн возвращается. Это как бумеранг. В этом году заявки на участие в акции «Благородство» прислали более 200 человек со всех уголков Самарской области. Забота, спасение и меценаты лучших выбирали в девяти номинациях. Главный критерий, чтобы поступок был примером для окружающих. В числе лауреатов 41 человек. Среди них и те, чей подвиг остается нетленным десятки лет – ветераны. Василий Матвеев в годы войны служил в войсках НКВД. После победы, которую встретил в Кенигсберге, начал активно заниматься легкой атлетикой и лыжами. Стал четырехкратным чемпионом мира. Говорит, именно спорт вылечил ему ногу после ранения. 5 января мне исполнилось 90 лет. Я и сейчас занимаюсь спортом, поддерживаю молодежь и подтягиваю к себе все время. Я просто горда тем, что в нашей губернии такие замечательные люди, бескорыстные, которые, несмотря ни на что, вопреки всему, совершают благородные поступки. Победители получили дипломы и памятные подарки. Но главное, отмечают организаторы, их добродетель стала примером для жителей региона. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.